МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Те установки, которые президент сформулировал в ходе своего выступления в Кремле. И это выступление слушала вся страна и наша планета. Мне кажется, мы наконец-то осознали, что спасение наше прежде всего в единстве русского мира. Я на эту тему написал целую серию работ «Русский мир на двух осях» и пытался убедить всех без глубокого понимания того, что мы достигли самых высочайших вершин в своем государстве в развитии, лишь соединив русскую идею с советским патриотизмом и социалистическим идеалом. У нас советская страна в 1991 году потерпела геополитическую катастрофу. Я живой свидетель, как из всех орудий русофобских и антисоветских били по структурам нашей великой державы, начиная от партии, заканчивая армией. Мне казалось, ничто не поможет иностранцам разрушить нашу державу. Но отмычкой, которой оказалась перестройка, гласность и демократия, великую страну разрезали на куски, как президент сказал, разорвали по-живому и загнали под звездный американский англосаксонский флаг. Сегодня мы осознали, что мы не нужны в этом мире никому, только себя, а мы нужны себе сильный, умный и успешный. Я не раз приводил разные цитаты, но, на мой взгляд, впервые вам выскажу идею, которую сформулировал еще Гоголь. Он сказал, что если у русских даже останется только один хутор, они все равно восстановят свое государство и свою державность. Не случайно Сталин после победы на легендарном приеме в Кремле первый тост прогласил за русский народ, когда маршал Рыбалко потом его спросил, товарищ Сталин, вы грузин, но так глубоко понимаете русский характер. Он сказал, товарищ Рыбалко, я русский грузинского происхождения. Иван Христофорович Баграмян вместе со мной зарегал вечный огонь у героев-танкистов в центре города Орла, города Первого Салюта, когда сели с ним чай попить. Прославленный маршал Духповертович ко мне говорит, а знаешь, Геннадий, какой я задавал маршалам ротам, которые прибывали для пополнения выбитых частей. Каждый день гибло в ходе Орловско-Курской битвы около 11 тысяч лучших сыновей и дочерей нашей Родины. Я говорю, какой? Он, я говорю, спрашивал всегда, сколько русских. Я, честно говоря, удивился. Он говорит, если не было русских более 50%, часть была не готова, она не имела общего плеча, общей воли, а следовательно общей победы. Я отправлял такие роты на переформирование. Вот здесь рядом в колонном зале мы проводили съезд депутатов всех уровней. Там выступала министр культуры Патимат Гамзатова. Она была депутатом в этом зале. Я ее голос и сейчас слушаю. Эта обаятельная, умная женщина, обратившая в зал, сказала, «Русские, очнитесь, из вас из-под ног, у вас из-под ног страну выдергивают. Мы все без вас пропадем». Сегодня мы прекрасно понимаем, что сплочение русского мира – это прежде всего защита всех 190 народов и народностей, которые русские за тысячу с лишним лет собрали под свои знамена, не порушив ни одной веры, ни одного языка, не унизив ни одной культуры, ни одной традиции. И это понимание, на мой взгляд, во многом обеспечено нашей совместной работой. Я еще раз сегодня просмотрел выступление Путина в Кремле. Оно отличалось от многих других и, прежде всего, ряда принципиальных идей. Он впервые так жестко обострил правду историей, связанной с нашей государственностью и атакой всех недругов, которые обрушились на нас. Но он полностью обрисовал эту атаку англосаксов. Если раньше приходили завоевывать, делить, эти поставили задачу уничтожить русский язык, русскую культуру, русские традиции, нашу дружбу, наши исторические связи. Он дело довел даже до религиозного представления. Сказал, это, по сути дела, сатанизм, а это уже борьба света и тьмы. В данном случае мы боролись за светлое будущее. И за нами Россия, так как звучало это в годы Великой Отечественной, за нами Москва, дальше отступать некуда. Но мы должны прекрасно понимать, что против нас собралась новая армия, 4-й европейский натовский рейх, где 30 стран объединили все свои полки и воинства и обрушились на наше славянское братство, на ридную Украину, превратив ее в военную базу и плацдар. У меня сегодня радостное, но вместе с тем и весьма тревожное настроение. Война – это дело серьезное. Мы олигархическую, царско-помещущую, буржуазную войну, Первую мировую войну продули с треском. С треском продули. Те же люди в 41-м под красным флагом октября одержали великую победу. И если мы сегодня не поймем, что войну эту можно выиграть, только считая, что она отечественная, народно-национально-освободительная, эта война антиколониальная, это обязаны понимать практически все, это вопрос принципа. Мы должны обязательно победить. И я бросаюсь ко всем националам, они острее это чувствуют, и ко всем русским. Проиграв всего два небольших сражения, мы породили большие проблемы. И любой нормальный человек прекрасно понимает, что любой проигрыш дальнейший, он приведет к невиданной катастрофе. Мы обязаны отмобилизовать все силы и ресурсы для того, чтобы обеспечить эту победу. И вопрос безопасности – это вопрос стоит сегодня ребром. Какие бы я лично принял первоочередные меры? Прежде всего, требует совершенствование управления. Мы обязаны изучить и опыт Великой Отечественной войны, и работу Ставки и Генштаба, и всех остальных подразделей. Мы должны изучить операцию «Анадырь», 60 лет исполняется. Три месяца проводили операцию «Анадырь», 60 тысяч войск перебросили за два океана. Ни одна разведка мира не знала, пока мы не развернули. Почти 60 баллистических ракет Р-12, Р-14 и СС-75 противовоздушных. Почти 140 ракет. Американцы опешили, когда увидели. И они вынуждены были свои сотню ракет убрать потом из Италии, Англии и Турции. Вот это и есть настоящее военное искусство. А когда три недели продвигаются до Лимана, все видно, слышно и известно, и те, кто отвечает, не принимают меры, я их не понимаю абсолютно. Я лично, как солдат, офицер, не понимаю этих решений. Вполне достаточно сил и средств для того, чтобы остановить такие продвижения. Мы обязаны все сделать для того, чтобы укрепить свою армию и поддержать каждую семью каждого солдата и офицера. Я помогаю своему губернатору собирать ребят, которые пойдут защищать. Самая дешевая экипировка одного солдата 100 тысяч без бронежилета и каски. А бронежилет минимум, сейчас 47 тысяч в лесказках. Что, проблема наделать? Поручите это Кашину, Коломейцу, поручите генералу Соболю. Они вам решат эту проблему. Это никакая не проблема. Это проблема ответственности и управления. Мы должны все сделать для того, чтобы общество сплотилось. И для этого давно назрела национализация минерально-сырьевой базы стратегических ресурсов. Без этого вы не решите проблемы. Вам придется аккумулировать гигантские средства. Добавьте минутку принципиально или пару минут. Я сейчас закончу. Добавить минуту. Мы должны все сделать, остановить отток капитала. В наших силах президент выступает. Почти триллион долларов вывезли. В этом году по оценке банков вывезут 264 миллиарда долларов. Я вам за эти деньги обустрою не 4-5 регионов, а полстраны. Остановите этот отток. Никакой проблемы нет. Это проблема воли нашего правительства и Мишустина вместе с министром, который сейчас нам принесет свой бюджет. Налог прогрессивная шкала. Все должны вложиться в эту победу. Только мы из 20 стран сидим и корячимся, никак не наложим нормальную шкалу на тех, кто слишком много нахапал и так далее. Опыт народных предприятий, кто вам мешает обобщить. Поручите это нашей команде. Мы вам покажем, как можно все свои прилавки завалить прекрасными продуктами. Образование для всех и дети войны. Что мы ждем? Посмотрите, в каком отношении школа. Неужели у нас не хватит воли принять это решение и так далее? Я бы на месте Путина давно издал бы указ переименовать, вернуть Волгограду подлинное имя Сталинград, которое знает во всем мире и олицетворяет нашу победу. И прихлопнул бы Ельцин, Центр и Горбачев, фонд, создал бы там базу патриотической подготовки и готовили бы достойных ребят. Все эти вопросы давно перезрили. А вывески просил вас, замените вывеску иностранную на гостинице «Москва». У нас, посмотрите, в Москве что творится. Короче говоря, все эти вопросы надо решать и в ближайшее время в рамках бюджета. А так наш праздник должен быть праздником, подкреплен новым финансо-экономическим и социальным курсом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова